В Петропавловске продолжают традиции советских тимуров Здесь активно работают юные волонтеры Ребята помогают одиноким пожилым людям по хозяйству Постоянную акцию назвали «Дело и добро» В семье знаменитый национальный танец «Кара Жорга» Стали танцевать даже роботы Научил их этому обычный школьник Долгожданная премьера в Южно-Казахстанском русском драматическом театре Музыкальная комедия «Парижские страсти» Для тех, кто хочет посмеяться и расслабиться Шесть героев, шесть судеб, тесно приплетенных между собой Организации проведения итоговой аттестации и единого национального тестирования Республиканский семинар под таким названием собрал в ОКТОБ около 300 педагогов Представители министерства разъяснили основные правила ЕМТ Рассказали о новинках и напомнили, что главная ответственность теперь лежит на педагогах Честь принимать высоких гостей на этот раз выпала 56-й средней школе Здесь собрались порядка 300 педагогов из шести областей Казахстана По два человека из каждого региона Именно им по возвращении в родной город предстоит рассказать населению Об изменениях, внесенных в процесс проведения выпускных и вступительных экзаменов Полную информацию об этом участники семинара получили сегодня из первых уст Как вы все знаете, в этом году выпускникам общеобразовательных школ предстоит сдать два экзамена Выпускной и вступительной Итоговая аттестация будет проведена в стенах школ предположительно с 29 мая по 9 июня Следить за процессом будут учителя-предметники, которые войдут в состав комиссии Родители по желанию тоже имеют возможность стать членами комиссии Итоговая аттестация подразумевает сдачу экзамена по пяти предметам Четыре из которых обязательные К примеру, знания по истории Казахстана будут излагаться в устной форме На выбор учащихся предоставят билеты по три вопроса в каждом На решение задач по математике чиновники планируют выделить пять часов По казахскому и русскому языкам и пятому предмету на выбор Выпускники будут сдавать тестирование Также обязательным пунктом итоговой аттестации станет написание эссе Одним из новшеств этого года стало написание эссе Экзаменующимся будет предложено пять тем по литературе и пять на свободную тему Поэтому уже сейчас школьникам необходимо учиться излагать свои мысли на бумаге Но во время экзамена на это будет отведено три астрономических часа Уже сейчас в школах необходимо сформировать специальные комиссии В состав которых войдут учителя-предметники Они будут ответственны за организацию дежурства на период проведения итоговой аттестации Оснащение кабинетов необходимыми наглядными материалами Аттестаты о получении среднего образования должны быть выданы не позже 15 июня Сообщили докладчики А уже 20 числа в стране стартует единое национальное тестирование В Петропавловске продолжают традиции советских тимуровцев Здесь активно работают юные волонтеры Ребята помогают одиноким пожилым людям по хозяйству Постоянную акцию назвали «Дело и добро» Чем ты сейчас занимаешься? Я помогаю бабушке Помогаем мы кидать снег с гаража Когда ей будет плохо, например, мы можем помогать снег почистить Принести воду, уголь и так далее Активисты волонтерского движения «Мираз» помогают пожилым людям по хозяйству Акция «Делай добро» в нашей области действует второй год Школьники, студенты вузов и колледжей Все они с радостью зимой очищают снег во дворах Летом полят огород, приносят воду и выполняют работы по дому Дмитрий Морхов благотворительностью занимается не первый год Он учится в 42-й школе Преподаватели учебного заведения вместе со старшеклассниками уже не раз посещают нуждающихся в помощи Сегодня мы всем своим классом пришли помогать пожилому человеку, Лидии Александровне Помогать ей с хозяйством, чистить снег Также мы будем ходить к ней постепенно, по всем временам года Помогать, также чистить снег, полоть огород, что там еще надо Все, что ей надо Помогают школьники Лидии и Матросовой Она их всегда встречает с радостью В этом году, говорит пенсионерка, выпало очень много снега Ей почти 90 лет И выполнять тяжелые работы сама женщина уже не может Бесплатная подмога как раз кстати За это Лидия Матросова угощает детей чаем и рассказывает про свою молодость Пришли, помогли, снег выбросили с крыши, с гаража сняли Молодцы ребятишки, молодцы, какие-то прям все хорошенькие дети До этого они мне помогали летом, приходили, что помочь, принести воды, привезти воды Все время спрашивают, даже тут учителя приходят через забор и спрашивают Вам что помочь там? С каждым днем желающих помогать пенсионерам становится все больше Отмечает руководитель управления по вопросам молодежной политики Ирина Тухватулина Сейчас активисты волонтерского движения МИРАС действуют по всей области На самом деле данная акция уже становится популярной Потому что в Центр молодежных инициатив Северокостанской области Звонки от пенсионеров поступают регулярно Многие думают, что наша молодежь не привыкла к труду Молодежь привыкла сидеть дома, на диване, за компьютером, за телевизором Но на самом деле я хочу сказать, что данная акция была очень активно поддержана Буквально всей молодежью и школьниками, и студентами Активно подключились неправительственные организации, рабочая молодежь Максим Шишкин помогает своей бабушке каждый день Он с уважением относится к пенсионерам Школьник понимает, что в таком возрасте тяжело выполнять всю работу по дому Узнав о том, что Лидия Матросова нуждается в подмоге, парень сразу же откликнулся Мне приятно помогать бабушкам Они не могут быть помощными И мы можем помочь им, например, что-нибудь снег скинуть или еще что-нибудь Для них это приятно и для нас приятно Но я своей бабушке много раз помогал Сейчас в Североказахстанской области проживает более тысячи одиноких и пожилых людей Около 500 из них помощь уже оказана Акция «Делай добро» действует регулярно В семье знаменитый национальный танец Хара-Журга стали танцевать даже роботы Научил их этому обычный школьник Это первые в мире роботы, умеющие танцевать в Хара-Журга Автор которого является 16-летний юноша казахской национальности Адиль Ордаев Хотя по своей сложности программа требует одного месяца Собранные за 2-3 дня роботы легко смогут станцевать 3 танцевальных номера По словам Адиль, это только начало Несмотря на то, что танцующих робототехники вокруг бесчисленное количество До этого момента казахский танец Хара-Журга не танцевал ни один робот По словам самого автора, они созданы с целью пропаганды национальной традиции Вот уже 4 года я занимаюсь в кружке робототехники, однако это мой первый танцующий робот Производство материалов принадлежит корейской компании BioLoid Робот состоит из 18 моторов, связывающих сервер Процесс происходит в двух программах одновременно Похожие на язык моделей C и 3D Не останавливаясь только на этом танцевальном номере Адиль не скрывает своих намерений научить роботов и народному танцу Камажай Далгожданная премьера в Южно-Казахстанском русском драматическом театре Музыкальная комедия «Парижские страсти» для тех, кто хочет посмеяться и расслабиться Шесть героев, шесть судеб, тесно переплетенных между собой Парижские страсти – это легкая история с изящным юмором В центре постановки бедный художник Блэс Попадающий в круговорот событий, из которого выбраться становится все сложнее Было сложно очень, признаю, что это первая моя большая роль Ну, а сейчас как бы легко, как бы нашел этого персонажа, этого героя И очень приятно работать над этой ролью Месяц готовились, репетировали, искали какие-то краски для этого героя Блэс, он хороший герой, он очень добрый, он не любит всякие хитрости, обманы Парижские страсти разгораются в маленькой квартире Художник по имени Блэс по уши в долгах А его картины никто не торопится покупать Единственный шанс поправить свое финансовое положение Это по совету любовницы-манекенщицы взять жену-дочку богача Правда, завидной невесту не назовешь А с появлением в доме горничной из деревни Клубок любовных интриг становится все запутаннее Простите, пожалуйста, беседа, приятно Простите, а кто его просит? Отлично Автор искрометной комедии – французский писатель Клод Манье Чтобы перенести зрителя в стильную Францию 60-х годов понадобилось около месяца По шову костюмов, подбору декораций, музыки и света Уделили особое внимание Зрители, которые посвятили вечер походу в театр Ни на минуту не пожалели о своем выборе Сегодняшний спектакль, но он не может не волновать Во-первых, весело, смешно И в то же время грустно Вот люди, которые ничего не имеют, хотят продвинуться за счет кого-то там Женившись, допустим, удачно И смешно, и в то же время жалко этих людей Разумеется, Блэс преодолеет все преграды И как в лучших традициях доброй комедии поймет Что любовь и успех не покупаются обманом Выбор режиссера впал именно на парижские страсти не случайно Причина – весна Это время веселья и хорошего настроения После зимних холодов и ненасти Служители Мельпомины предлагают просто от души посмеяться И получить удовольствие от увиденного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова